Здравствуйте, дорогие садоводы и огородники! Рада приветствовать вас на канале Дела Огородное ТВ. Предлагаю сегодня вместе со мной посеять вербену на рассаду. Я выбрала 4 сорта. Очень красивое растение. Растение у нас в нашем климате выращивается как однолетнее, но если где-то в теплой стране, где не такие холодные зимы и морозы, когда все это вымерзает, то в принципе вербену можно выращивать и как многолетнее растение. Но лично для нашей полосы, для Московской области с характерными сильными зимними перепадами температур, низкими температурами, это однолетник. И сажают, как правило, на рассаду вербену где-то в феврале, в марте, ну и крайний срок в апреле. Я решила посеять ее сейчас в середине марта. Делать я это буду в торфоперегнойные таблетки. Я, кстати, сейчас их уже залила теплой водой. Как видите, они у меня набухли. И сейчас я буду использовать свой любимый способ на сегодняшний день. В прошлом году я к нему пришла, кто не знает, я просто-напросто снимаю вот эту оболочку и крошу эти торфоперегнойные таблетки. И получается очень хороший питательный грунт, намного лучше, чем та универсальная садовая земля, которая продается в пакетах в магазинах. Так что приступаю к тому, что вот эти вот таблетки освобождаю от вот этой тряпочки, которая сдерживает грунт внутри. Я возьму еще один лоток с крышкой. У меня это просто обычный такой лоток из-под творога. Главное, чтобы была крышка, потому что это очень и очень удобно. И вот такие вот лотки я использую как мини-теплички для выращивания рассады. И вот таким вот образом раскрошим грунт. Обратите внимание, всего две таблетки, а сколько питательного ценного грунта для посева семян у меня уже получилось. Вот в принципе можно и ограничиться тремя штучками. Это были таблетки 40 миллиметров в диаметре, то есть 4 сантиметра. Вот такого количества вполне хватит для того, чтобы посеять семена на рассаду. Ну, на всякий случай я сделаю еще одну таблетку, сюда добавлю. Вот так. Самое главное, таблетки нужно хорошо промочить, чтобы они напитали достаточное количество воды, чтобы они были не сухими. И вот так немножко все это утрамбуем. Не сильно, прям буквально вот чуть-чуть-чуть-чуть. Создаем ровную поверхность, чтобы семена лежали на поверхности, а не проваливались. Вот эти таблетки еще пригодятся, потому что семян у меня сегодня много. Отдельно я хочу посеять как раз-таки вот эту смесь. На самом деле семян крайне мало в каждом пакетике. Вот смотрите, вот такой кварц пинг. Здесь всего 5 штучек. Смесь здесь 0,2 грамма. Вербено-гибридная Obsession Burgundy with A. Здесь 10 семян. И последняя красного цвета тоже 10 семечек. Как всегда, я беру какую-нибудь крышку, вскрываю пакет и высыпаю на нее семена. Вот такие у нее семечки. И вы знаете, я буду использовать свой любимый способ. Это зубочистка, капля воды. Вот так. Все это легко переносится на поверхность земли. И немножечко заглубляю. Прям совсем чуть-чуть. Вот так. Просто прижимаю к земле. К нашему грунту. Прям чуть-чуть. Так. И все. И точно так же поступаю с двумя остальными пакетиками. И вот эту отдельно посею в другой лад. По прошествии двух недель сходы начинают появляться. Но вот там, где я сеяла отдельные семена, отдельные сорта, что-то совсем как-то плохо. Прям вот единичные сходы. Но я надеюсь, что еще они появятся. А вот здесь вот, в лотке, где была вот эта смесь, вербен, сходы более дружные. Вот такая разница. Ну вот, кстати, на пакете, знаете, что написано? Что сходы появляются через 3-4 недели. А здесь, как видите, в прошествии двух недель, вот такие хорошие проростки. А вот здесь вот наоборот. На пакетиках было написано, что сходы появляются через 10-20 дней. Вот здесь вот через 10-14. И вот противоположный немного результат, но я все-таки еще подожду. На этом я с вами в этом видео прощаюсь. Желаю удачи, хороших сходов. И увидимся мы с вами уже при пересадке вербены. До свидания. До новых встреч на канале Дела Огородные. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Субтитры подогнал «Симон»!